Как думаете, что это за устройство? Похоже на старое радио или вот этот непонятный головной убор? Угадать, что за необычные технические устройства и для чего они предназначены – один из этапов конкурса профмастерства среди инженеров-проектировщиков. Пришлось подключать фантазию, думать, фантазировать, что это может быть такое. Один прибор, допустим, мог быть похож и на обогреватель, и на музыкальную колонку, или вообще, как сейчас многие бы могли сказать, что это робот-пылесос. Максим оказался прав. На первой картинке прототип робота-пылесоса 70-х годов. А это вовсе не головной убор, а индивидуальный телевизор. Специалисты цеха проектно-конструкторских разработок постарались при составлении конкурсных заданий подойти творчески, чтобы было не только интересно, но и познавательно. Мы добавили в конкурс блок, связанный со знанием русского языка, то есть мы будем проверять орфографию, пунктуацию. Инженеры у нас пишут пояснительные записки, служебные записки. И для обеспечения грамотности мы добавили в наш конкурс такой блок. Нужно в объяснительной определить ошибки. Кстати, сам текст очень интересный. Вот некоторые выдержки. Объяснительное за опоздание. Так как утром я обязательно должен позавтракать, иначе не смогу работать, я решил ускорить процесс приготовления омлета с 15 минут до 5 минут путем увеличения огня под сковородкой. В итоге омлет сгорел, и его пришлось выбросить. Или вот еще, в связи с тем, что бегаю я не очень быстро, у меня не получилось преодолеть 10 километров до работы за 5 минут. Когда я добежал до своего рабочего места, на часах было 9 часов 10 минут. Текст оставляли специалисты цеха, и надеюсь, не на реальных объяснительных, и это только фантазия. Еще один этап, собственно, теория, тоже выходит за рамки узкого технического профиля. Дело в том, что в конкурсе принимают участие инженеры-проектировщики разных направлений. Технологи, строители, специалисты в области электротехники, автоматизации, энергоснабжения. А условия должны быть все-таки равными. Тест наш включает вопросы и по истории АВИСМО, и по технологии, и по нашему оборудованию. То есть будет предоставлена возможность каждому участнику конкурса показать свои знания, свою подготовку инженерную. Например, какой химик первым получил металлический титан? Хорошо подумали. А правильный ответ – Йенс Яков Берцелиус. Тест из 55 вопросов тоже получился интересным. По общим итогам все конкурсанты показали себя достойно. Но конкурс есть конкурс. В тройке лидеров – Максим Муравьев и Анастасия Буторина. Победителем признан Максим Козин. Также Максим награждается удостоверением «Лучше по профессии» значком. Можно на спецодежду с гордостью носить. Участвовать в конкурсах профмастерства полезно. Это помогает держать знания в тонусе. К слову, в корпорации уже появилась идея провести межкорпоративный конкурс с коллегами из ВСМПО в следующем году. Так что пора готовиться. Продолжение следует...